В эфире Лидского телевидения информационная программа событий. В студии сегодня Марина Григорьева. Здравствуйте! В начале выпуска небольшой анонс его основных тем. Без внимания не останется ни один ребенок. Благотворительная акция «Наши дети» проходит и на Литчине. Два с половиной часа напряжения и азарта и тысячи дозвонов Лидское телевидение провело традиционную новогоднюю викторину. Счастливчики получили подарки Дед Мороз и Снегурочка, радио Лидер ФМ и Твое радио. Свершили путешествие по городу. В эти предновогодние дни благотворительная акция «Наши дети» проходит по всей стране. Поздравления и подарки принимают и Лидские ребята. Главный новогодний праздник в нашем городе состоялся в Дворце культуры. Его участниками стали более 500 школьников региона, которые имеют достижения в учебе, олимпиадном движении, творчестве и спорте, а также это были лидеры детских и молодежных общественных объединений, ребят из многодетных семей и дети-сироты. С наступающим Новым годом поздравил их председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник. Дорогие ребята, уважаемые учителя, преподаватели, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, чтобы в наступающем году сбылись все ваши мечты, планы, чтобы у учителей никогда не иссякал этот энтузиазм, мудрость. Разглядеть в каждом ребенке сегодня где-то скрытые таланты, способности, развить их на благо нашей личины, Родины, Республики. В свою очередь хочу вас заверить, что мы всей командой нашей трудимся над тем, чтобы у нас в городе появлялись и в районе суперсовременное предприятие, где нужны специалисты, которым по плечу сегодня современные технологии будут. Мы сегодня трудимся над тем, чтобы в городе Лида появилось высшее учебное заведение, нас уже поддерживают на разных уровнях, поэтому дай бог получится. С Новым годом вас, дорогие! Приглашенные на благотворительный праздник в Дворец культуры ребята получили сладкие подарки от Лицкого райисполкома. Коллектив Дворца культуры подарил мальчишкам и девчонкам сказку в Снежном царстве, в Морозном государстве, телевизионную версию благотворительного новогоднего праздника. Если елка огнями играет, это значит, пришел Новый год. Смотрите на нашем канале 7 января в 9.10, в 13.10 и в 19.05. Накануне Нового года в Лиде побывал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык. Во время визита в наш город он и посетил Лицкое телерадиообъединение, поздравил наш коллектив с 15-летием и дал интервью Алексея Вадайка. Здравствуйте, Андрей Павлович! Здравствуйте, Алексей! Приятно видеть вас у нас в гостях, не только потому, что скоро Новый год, но и потому, что совсем скоро коллектив Лицкого телерадиообъединения отметит свое 15-летие. Мне также очень приятно находиться сегодня в вашем коллективе, как и в целом в Лицком районе и в прекрасном городе Лида. 15-летие, согласитесь, дата значимая и тогда еще в Гродненской области это был первый район Лицкий, где появилось свое телевидение. Это было ваше решение. Скажите, что вас подтолкнуло на принятие такого важного шага? Что подтолкнуло? Подтолкнуло то, что необходимо было вовлекать все население, личины в решение тех проблем, которые стояли тогда перед районом, перед страной, можно сказать, потому что это волообразующий, это мощный район в области, да и не только в области, а и в республике. А тогда СМИ были представлены только Лицким радио, которое выходило там три раза по 15 минут в сутки в эфир. Ну и, безусловно, конечно, условий работы никакой не было. Поэтому мы решили с директором тогда Ниной Михайловной решать эти вопросы, что сегодня радиовещания недостаточно, необходимо выходить уже и в картинке. И мы искали, конечно, кадры прежде всего. Я скажу, что и финансирование по большому счету, потом помещение, потом были трудные годы создания коллектива, но я уверен, что у нас получилось, у нас вместе получилось, у вас получилось. И вот я знаю, что вы работаете практически с самого начала в этой телевидении. Это радует, значит, и вообще-то. Лицкое телевидение вообще-то заслужило себе уже огромнейшую славу, значит, его знают во всей стране и не только. И оно воспитало уже целую плеяду серьезнейших кадров, которые работают на различных каналах и заслуживают уважения, и завоевывают вершины и высокие призы и подарки. В целом результатом довольны? Доволен. Хочу сказать, что именно этим решением когда-то в моей жизни я искренне доволен. И благодарен вам и коллективу за это. Спасибо большое вам. Андрей Павлович, вы уже более 10 лет не живете в Лидии, но связь с нашим городом все-таки не теряете. Вот и сегодня приехали сюда с определенной целью. Я выполняю поручение главы нашего государства, президента Астрына Александра Григорьевича Лукашенко, и в акции «Наши дети» встретился сегодня с воскресной зеленой школой в Лидском приходе, в приходе при храме Георгия Победоносца. Ну и, конечно же, пообщался с ребятами, поздрал ребят, вручил скромные подарки ребятам. Поэтому на личину приезжать, еще раз повторюсь, мне очень всегда приятно. И это греет душу. Ну и, безусловно, как только бывает малейшая возможность, я обязательно этим пользуюсь. В ближайшее время еще какие-то планы по вашей линии, по реализации каких-нибудь проектов? Планы у нас огромные. Значит, мы сегодня планируем создать настоящую зеленую школу в Литчине. И не только в одном приходе или в одной школе. А хотим охватить как можно больше детей, а, в общем-то, и людей, населения в целом. Ну и распространять этот уже имеющийся опыт, в принципе, но с новой какой-то волной, с новой какой-то уже, так сказать, темпом по области и в целом по республике. Спасибо, Андрей Павлович, за встречу. Спасибо за поддержку. Спасибо за то, что верили в нас. И с наступающим вас Новым годом. Спасибо вам огромное за тот труд, за те результаты. Значит, и я искренне от души, значит, благодарю всех. И поздравляю также с Новым годом, с Рождеством Христовым. Счастья, здоровья и новых трудовых успехов. В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худок поздравил с рождественскими и новогодними праздниками учащихся воскресной школы экологической направленности, которая осенью была создана при свято-георгиевском храме Лиды. Она пока такая единственная в Беларуси. Экологическое воспитание населения и особенно подрастающего поколения – это обязанность Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. А вообще-то обязанность каждого человека в сегодняшнее непростое время, время изменения климата и влияния негативное на экономику нашей страны, на жизнь людей в целом во всем мире, в том числе в Республике Беларусь – это очень необходимая задача сегодня для всех нас. Поэтому я искренне благодарен, что литчане откликнулись, и особенно приход этого прекрасного храма Георгия Победоносца. И мы совместно с воскресной школой сегодня сделали здесь зеленую школу, где более 70 ребят занимаются правилами поведения на природе, охраной окружающей среды и много других вопросов, которые, я думаю, в будущем обязательно позволят нам сохранить нашу природу для будущих поколений. Всем учащимся воскресной школы экологической направленности Андрей Худок вручил сладкие подарки, а также он подвел итоги конкурса детского рисунка «Мир природы – Божий мир», который проводился в рамках единственного в Беларуси совместного проекта по экологическому воспитанию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Белорусской православной церкви. Его победителям Андрей Худок вручил картины ручной работы из натуральных природных материалов. Подарки получил и приход Свято-Георгиевского храма. Это были сертификаты на мультимедийное оборудование и газонокосилку. Благотворительную акцию наши дети поддерживают и общественные объединения. А вот Белая Русь уже третий год проводит еще и республиканскую акцию «В Новый год с Белой Русью». Ее элитская районная организация провела утренник для детей своих активистов. Более 60 ребят водили хороводы у елки, пели и играли с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все приглашенные на праздник ребята от Белой Руси получили не только сладкие подарки, но и канцелярские принадлежности. К акции наши дети присоединились и представители силовых структур. Коллектив Лицкого районного отдела Следственного комитета Беларуси сегодня посетил районный центр коррекционно развивающего обучения и реабилитации и поздравил его воспитанников с наступающим Новым годом. Лицкий районный отдел Следственного комитета не первый год приходит в данное учреждение. Поздравить деток с наступающим Новым годом, пожелать родителям, конечно же, терпения, чтобы в эту новогоднюю ночь у них свершилось чудо. И именно то чудо, которое они желают каждый для своего ребеночка. И мы внесли тоже свой непассивный вклад, принесем определенные подарки, то, что требуется для развития данных деток. На празднике в Лицком центре коррекционно развивающего обучения и реабилитации сегодня было много гостей и подарков. Ребята получили игрушки, игровые пособия, бытовую технику и сладости. Стала уже традицией проведения массового мероприятия, посвященного рождественским и новогодним праздникам. На этом празднике присутствуют не только наши воспитанники, родители, педагоги, но и многочисленные гости. В этот раз к нам пришли специалисты управления образования, представители Лицкого производственного управления «Лидогаз», Лицкого районного отдела Следственного комитета. Я всем благодарна за поддержку, за хорошее настроение, которое подарили нашим воспитанникам. Я хочу всем пожелать в новом году исполнения всех желаний, хорошего настроения, крепкого здоровья, чтобы в каждой семье был уют, мир и добро. Два с половиной часа напряжения и азарта и тысячи дозвонов. Лидское телевидение накануне Нового года провело традиционную новогоднюю викторину. А не материал нашей коллеги Лилии Киени. В этом году для новогодней викторины Лицкого телевидения были представлены 11 призов от партнеров. Бороться было за что. Аккумуляторная воздуходувка от строительного магазина «Игольника». Многофункциональный кухонный комбайн от магазина бытовой техники «Техноприм». Внедорожный самокат от магазина «Мотовела». Сертификат на сумму 300 рублей от магазина «Панорама». Чемодан «Спиннер» от туристического агентства «Отдых и туризм». Подарочный набор итальянских обоев стоимостью 300 рублей от магазина «Мир обоев». Ужин на двоих от гриль-бара «13-23». Смартфон Xiaomi Redmi 8 от мастерской по ремонту и продаже мобильных телефонов «Элит-сервис». Спа-день на двоих от санатория «Радуга». Сертификат на 50 рублей от магазина «Мельница» и продукция от предприятия «Лида Хлебопродукт». А также набор бокалов и фужеров от стеклозавода «Неман». Какой приз на кону, определял случай. Подарок от партнера выигрывал тот, кто отвечал на три вопроса. Продолжите выражение, как новый год встретишь, так и не жалуйся, так и отметишь, так его и проведешь. Так проведешь. Так его и проведешь. Вы проведете его просто с победами, конечно же, я вас поздравляю. После новогодней викторины Лицкого телевидения поверила в удачу литчанка Евгения Толкач. В прошлом году она тоже пыталась дозвониться в студию, однако тогда ей это не удалось. Видимо, судьба готовила ей сюрприз в 2019-м. А вот Катрина Кухарчик уж точно человек счастливый. Второй год подряд она становится победителем новогодней викторины Лицкого телевидения. В прошлом выиграла бескаркасное кресло, а в этом набор продукции предприятия «Лида Хлебопродукт» и сертификат на 50 рублей от магазина «Мельница». Забрать подарок она приехала вместе с папой и младшей сестрой. Мы целенаправленно звонили за призом, звонили всей семьей, и вот у папы получилось, и он передал мне уже телефон. Просто потрясающе, это второй ваш выигрыш. Да, да, да. В этом году среди победителей новогодней викторины были, кроме литчан, жители Ивье и Щучино. Приехать за своими подарками и получить их в прямом эфире они, конечно, не смогли, но из Ивье пришел видеоотчет. Здравствуйте. Я хочу поделиться радостью, что я выиграла в этой викторине, и хочу пожелать всем удачи, радости и везения. В студии Лицкого телевидения, кроме счастливчиков, побывали и другие гости. Телезрители узнали больше о символе наступающего года. Увидели Катю Лукьян, которая родилась в новогоднюю ночь 2005, накануне которой в эфир вышла первая программа «Лида ТВ». И из первых уст услышали историю литского таксиста Евгения Дересандрова, который принял роды прямо в автомобиле. Подъезжали к Пралыгину, крикнула рожаю. Ваша реакция? Остановил машину. Она говорит, принимай роды. Чтобы новогодняя викторина состоялась, трудился весь коллектив Лицкого телерадиообъединения. То, что происходило за кадром, зрители могли видеть в нашем аккаунте в Инстаграм и на сайте. Кому ж по-настоящему было жарко во время новогодней викторины, так это ее ведущему Павлу Балейшесу. Говорит, хотя ведет ее уже и пятый год, волнение не покидает, хотя зрители его и не видят. Отдельное спасибо хочется сказать, конечно, нашим партнерам за такие замечательные подарки, нашим телезрителям за участие и, конечно, нашим участникам за это прекрасное время, проведенное вместе. Получить подарок в канун Нового года от Лицкого телевидения и его партнеров хотел каждый, кто смотрел новогоднюю викторину. Однако удача улыбнулась лишь 11 телезрителям. Врученные подарки будут каждому из них напоминать о том, что уходящий 2019 год был для них успешным. Дед Мороз и Снегурочка радио «Лидер ФМ» и «Твое радио» в конце декабря, как и каждый год, совершили путешествие по Лидии и поздравили ее жителей с наступающим Новым годом. Получить подарок от них и партнеров мог каждый, кто настроился на волну «Лидер ФМ» или «Твое радио». В прямом эфире за происходящим могли следить и подписчики инстаграм Лида ТВ. В канун Нового года Дедов Морозов и Снегурочек в Лиде немало, а вот родильные только они. На время сказочный волшебник и его внучка оставили эфир на коллег и отправились в путешествие по городу, чтобы поздравить личан с наступающим Новым годом и вручить подарки от партнера радио «Лидер ФМ» и «Твое радио». Получить их могли те, кто в это время слушал одно из этих радио. Дед Мороз и Снегурочка все время были на связи с ведущими радио в студии, которые помогали путешественникам встретиться с обладателями новогодних подарков. Крепкого здоровья, чтобы сбывались мечты, все цели достигались. И всего самого наилучшего, что может пожелать каждый сам себе. И чтобы поблагодарить, вернее, наше детское радио за подарки, за конкурсы, которые она проводит, настроение, которое она дает. Для каждого, кто принимал поздравления от родинных Деда Мороза и Снегурочки, встреча с ними была приятной неожиданностью. Взрослые радовались подарком, как дети, и не скупились на поздравления. Личанам хотел бы пожелать в Новом году, в первую очередь, здоровья всем, чтобы все болезни, всех никого не касались, чтобы все веселились, счастья всем, здоровья. Ну и, конечно, чтобы на Новый год хоть чуть-чуть снега нам, и минус погода. Личанам в Новом году хотел бы пожелать счастья, здоровья, удачи в Новом году, решения всех проблем, которые у нас зрели за теперешний год. Спасибо вашему радио, каналу «Стой, счастье». Я являюсь постоянным слушателем. Ну, спасибо вам за то, что вы существуете в городе Лидии, Лидовском районе. В преддверии Нового года Родина и Дед Мороз и Снегурочка решили поздравить и коллективы магазинов, в которых слушают радио «Лидер ФМ» и «Твое радио». Появление зимнего волшебника и его спутницы, да еще и с подарками, стало приятной неожиданностью и для работников магазинов, и для покупателей. Прежде всего, хотелось бы пожелать всем жителям нашего города, ну, скажем так, здоровья, благополучия, чтобы все мечты сбывались. Спасибо большое вашему радио за такие чудесные подарки. Крепкого здоровья, любви, исполнения желаний, ну и просто пусть будут счастливы. Привет, деду маму! Большому радио большое спасибо за хорошие такие подарки. Во время своего путешествия Дед Мороз и Снегурочка заглянули в гости к постоянному слушателю «Радио лидер ФМ и Твое радио» Рамуальду Савицкому. Он и его семья радушно встретили гостей и, конечно же, не отказались поздравить в прямом эфире радиослушателей с Новым Годом. Хочу поздравить весь коллектив твоего радио, лидерского радио. Пожелать вам здоровья в Новом Году, успехов в работе, счастья в личной жизни и всего-всего наилучшего. И пускай у вас всех будут мечты в этот день, который вы загадаете на Рождество и Новый Год. Путешествие родинных Деда Мороза и Снегурочки длилось почти три часа. За это время они вручили много подарков, которые предоставил березовский стеклозавод «Неман». Массу впечатлений получили не только те, кого поздравили Дед Мороз и Снегурочка, но и сами сказочные персонажи. Кстати, в роли зимнего волшебника был ведущий «Твое радио» Виктор Торчинский, а в роли внучки – его коллега Ольга Денищик. Слушайте радио «Лидер ФМ» и «Твое радио» и, возможно, в следующем году Дед Мороз и Снегурочка вручат подарок именно вам. Сегодня «Твое радио» подвело итоги новогоднего розыгрыша «Самый лучший день». Его участники выкладывали фото наиболее яркого дня 2019 года в группу «Радио» в социальной сети ВКонтакте. Победным жюри признала снимок с аккаунта Екатерины Сергеи. Она получит сертификат на сумму 100 рублей от магазина «Поп-арт-кейс». Рада констатировать тот факт, что новогодний розыгрыш на «Твоем радио» завершен и победителя мы, конечно же, определили. Кстати, вот выбрать его было непросто. Очень интересные фотографии были у многих наших слушателей. Причем комментарии к этим фотографиям были очень искренние, очень душевные. Поэтому на самом деле задача была не из легких, но все-таки мы справились. Выбирали фото всем коллективам Лидского телерадиообъединения и по результатам розыгрыша Екатерина Сергея стала победительницей. Мы уже с ней связались, обрадовали ее в канун Нового года и получили от нее тоже приятные слова. Екатерина получает сертификат номиналом 100 рублей от магазина мобильных аксессуаров «Поп-арт-кейс» по улице Советской, 15. Подписывайтесь, заходите в инстаграм «Поп-арт-кейс». Ну а я же хочу напомнить и сказать, чтобы слушатели твоего радио и Лидер-ФМ не расстраивались, потому что на Лидер-ФМ продолжается новогодний розыгрыш. Покажите и расскажите, как вы подготовились к Новому году и, возможно, именно вы будете признаны победителем уже 13 января. Арт-парад у главной елки. Под таким названием на центральной площади Лиды в предновогодние дни проходят праздничные мероприятия для всей семьи. Их организуют учреждения культуры. У лесной красавицы собираются и дети, и взрослые, чтобы вместе провести интересное и весело время. Отделом культуры Лидского райисполкома совместно с всеми учреждениями культуры района и города уже второй год проводятся артистические парады вокруг новогодней елки, где задействованы все учреждения культуры. Каждое учреждение готовит свою программу и в определенный день показывает его жителям города и гостям Лиды. Жители ждут интересные конкурсы, сюрпризы, загадки, хороводы вокруг елочки, также встреча с сказочными героями, ну и, конечно, не обойдется без встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ну и пользуясь случаях я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, и приходите на такие мероприятия, проводите веселое время всей семьей. Праздничная программа у главной елки будет организована в Лиде и в новогоднюю ночь. Она начнется в час ночи. Организаторы предложат гостям диско-программу, конкурсы, световое и файер-шоу, интерактивную новогоднюю фабрику чудес Деда Мороза и Снегурочки. Не обойдется и без выступления творческих коллективов Лиды. В новогоднюю ночь и праздничные дни сотрудники Лидского отдела внутренних дел будут следить за порядком как в местах массовых гуляний, так и на территории города и района. Традиционно на период новогодних праздников отделы внутренних дел республики переведены на усиленный вариант лечения службы. Аналогичные мероприятия будут проведены на территории города Лиды и Лидского района. Во всех местах празднеств будут дежурить сотрудники милиции, в том числе и на площади по улице Советской, где будет стоять главная елка. Традиционно площадь будет зарежимлена, ограждена турникетами, будет отшляться пропуск граждан через контрольно-пропускные пункты с недопущением проноса колеча, режущих предметов, предметов запрещенных к обороту, а также тех, которыми могут быть причинены телесные повреждения. Будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения, ограничен въезд на улицу Советской с улицы Ленинской, с улицы Советской, с улицы Тавлая будет отшляться только поворот направо. Все сотрудники будут дежурить в усиленном режиме, будут усилены патрули по местам возможного проведения мероприятий, и будет обеспечена благоприятная оперативная обстановка. Обратите внимание на следующую информацию. В Лиде 31 декабря автобусы на городских маршрутах будут работать до 23 часов, а 1 января они начнут движение в 8 часов. 1, 2, 5, 6 и 7 января отменяются некоторые рейсы на городских экспрессных маршрутах, а также в пригородном сообщении. Подробная информация размещена на сайте Лидского райисполкома. 5 января с 9 до 15 часов на площадке у Лидской детской школы искусств будет организована предрождественская ярмарка. Для участия в выездной торговле необходимо направить в Управление торговли и услуг Лидского райисполкома по факсу 53-40-18 или по электронной почте лидоторг-собака-лида.биуай заявку с указанием размера торгового места и ассортимента реализуемого товара. Справки по телефонам 53-40-17 и 53-40-18. Как реализовать потенциал и сделать мечту действительностью? По индексу человеческого развития наша страна входит в группу стран с наиболее высокими показателями. Это значит работать и зарабатывать, а не получать. Можно и здесь. Как и обеспечить себе достойный уровень жизни. Это и доход, и дом, в котором ты живешь. Все это подтверждают истории тех, кто выбрал Беларусь местом для собственного роста. Как это работает? В репортаже. Молодые, амбициозные, успешные и при этом не программисты. Новое поколение ломает стереотипы, доказывая, что в любой сфере можно достичь своей цели и быть конкурентоспособными на рынке труда. Именно в Беларуси. Евгения Василенок не раз могла уехать за границу, но не уехала и стала зарабатывать в родном Минске. Я нашла свою нишу, в которой я могу расти, как в карьере, и зарабатывать, и позволить себе тот же уровень жизни, что и за границей. И эта тенденция наблюдается уже последние несколько лет. То есть молодые люди, которые приходят до 30 лет, приобретают недвижимость, коммерческое жилье, могут позволить себе приобрести дорогие автомобили. И, в принципе, я не вижу смысла уезжать за границу, если они могут достигать этого уровня здесь. В отдельные месяцы ее заработок достигает 8 тысяч евро в эквиваленте. Евгения на своем опыте убедилась, с целью устремленные молодые люди в возрасте до 30 лет в нашей стране вполне могут построить себе квартиру, приобрести новый автомобиль и достичь определенного уровня благосостояния. С их характером, потенциалом и возможностями, устремлениями, я могу точно сказать, что до 30 лет людей стало гораздо больше, нежели до 40-50 в возрастной категории. Евгения доказала, что все это работает, решила квартирный вопрос и занялась инвестированием. Я выбрала себе два объекта жилой недвижимости. Один располагается в жилом комплексе Чайковским, а второй располагается в жилом комплексе Маяк-Минска. Выбор только на перспективу. Чайковский располагается в центре, активный рост цен был, и, соответственно, то, что я приобретала по цене одной, сегодня выросла практически в полтора-два раза. Что касается Маяка, я спрогнозировала и выиграла. На сегодняшний день моя квартира оценивается смело в два раза. Виктория Слоднемская в Дана Холдинс попала почти случайно, а уже в октябре заработала около 5000 евро, конечно, в национальной валюте. Новые сотрудники начинают работу на ресепшене, потом обучение, и только после этого можно дорасти до работы с покупателями. Клиентов много, людей привлекают условия. Современные комплексы – простой и понятный порядок расчетов. Клиенты разные, но когда они требовательны, я хотя бы понимаю, что им важно знать, за что они платят деньги. Рассматривают для себя комплекс «Минск.Мир» по улице Аэродромная. А Виктория Алексееву объясняет, как завоевывалась любовь клиентов и престиж работы. У девушки получается зарабатывать каждый месяц очень хорошо. Мы самая известная компания на сегодняшний день, о нас очень много говорят, и прежде всего говорят о том, что мы клиенты ориентированы. То есть наша задача как менеджеров – не потерять ни одного клиента. Руководство компании не скрывает лучше. Менеджеры зарабатывают в месяц на уровне 5-8 тысяч евро в эквиваленте. В новогодние дни поток клиентов особенно большой и из Минска, и из регионов. Много иностранцев они с удовольствием инвестируют в нашу недвижимость. Граждане из стран СНГ, Европы и США в последние годы активно вкладывают средства и в жилье, и в коммерческую недвижимость, потому что в Беларуси отмечается устойчивый прирост доходности в этом секторе. А вложения в недвижимость в Беларуси более привлекательны по доходности, чем банковские вклады. Много клиентов интересуется именно парком Челюскинцев, поскольку он вырос прямо на глазах. И что таить, парк в Минске такой один, поэтому у многих мечта жить возле парка, гулять по парку. Поэтому мы максимально пытались создать условия, чтобы человек получил квартиру своей мечты, когда просто открыв окно в своей квартире, он слышал пение птиц и ощущал свежий воздух, находясь при этом в самом центре столицы. Осталось не так-то много времени, поскольку, как вы видите, все дома мы уже практически выстроили, и предложение по квартирам уменьшается буквально с каждым днем. До Нового года в компании «Праздничная акция» предлагают наиболее выгодные условия приобретения квартир в жилом комплексе «Парк». Челюскинцев клиентов ждут без выходных и предлагают уникальные для Беларуси финансовые инструменты. Беспроцентная рассрочка от застройщиков, выгодные банковские кредиты и, главное, индивидуальный подход к каждому клиенту. Этот подход определил решение Татьяны Богданович. В комплексе «Маяк Минск» она приобрела уже пятый объект коммерческой недвижимости в торговом центре, который весной откроют в доме Микеланджело. У меня уже на это помещение есть арендаторы. Покупает моя дочка еще здесь, она живет в Вене, инвестирует сюда в недвижимость Белоруссии. И родственники из Америки тоже присматривают все помещения, которые будут покупать в этом торговом комплексе и в Минск-Мир. Предприниматель только что вернулась из Японии. Профессиональный интерес заставил ее сравнить привлекательность инвестиционных условий этой страны с Белоруссией. И наша страна в этом отношении выигрывает безоговорочно. Когда цена квадратного метра на земле в Гинза, самым ярком торговом коммерческом районе Токио, достигает миллиона долларов, покупка там недвижимости доступна лишь самым богатым. Тем более, что японский бизнес очень заинтересовался Белоруссию. В этой стране слышали, что проектировать новый уникальный детский сад их земляк, знаменитый архитектор Такахаро Тезука, собрался в Минске в комплексе «Парк Челюскинцев». В том самом, где новогодняя акция предлагает лучшие условия на покупку квартир и коммерческой недвижимости. И это, согласитесь, новый уровень. О самом важном накануне Нового года. Многие еще не решили, что купить. Поддержанную квартиру на вторичном рынке, но сразу и быстро и, возможно, с последующими проблемами. Или подождать, пока возведут новое собственное жилье в столице. Современный выбор более предпочтительнее, как считают эксперты. Но более подробнее в репортаже. Рынок недвижимости столицы – чувствительный организм, и им управляют множество законов. Не только объем спроса и предложения, но и количество новостроек и их качества, популярной жизни в Минске и развития рынка труда. Обычно в новостройках, которые только что сдали, свободных квартир нет. А те, что строили, чтобы сразу же перепродать, существенно дороже. Поэтому тем, кому квартира нужна срочно, лучше смотреть на вторичный рынок. У такого жилья бывают неустранимые минусы, с которыми придется смириться. Например, не самая удачная планировка. Или заваренный, а еще хуже – незаваренный мусоропровод. Разные свежести подъезд и разные окружения. Но тем, у кого есть возможность подождать, предпочтение лучше отдать новостройкам. Ведь это возможность выбрать не только дом, его внешний вид, благоустройство придомовой территории, но и много других полезных мелочей. Есть в выборе новостройки и важный психологический аспект, который рано или поздно оказывается весьма важным для вдумчивого и искушенного покупателя, считает руководитель компании Viva Capital Вадим Тачкин. Все, конечно, хотят новую квартиру, все, конечно, хотят свежий подъезд, все, конечно, хотят, скажем так, соседей, которые тоже купили это за деньги. То есть не получили когда-то и приватизировали за копейки, а действительно приобрели это за свои кредитные, но купили. Это серьезно меняет отношение к общей долевой собственности, к общему имуществу. Наиболее активно жилье сейчас строится в комплексе «Минск.Мир» и жилье современных стандартов, которое качественно отличается от хрущевок и домов, воздвигнутых в 80-е и 90-е, начале 2000-х. Квартал чемпионов – дома Пекин, Сидней, Люкс, Сочи. У каждого не только номер, но и имя, и индивидуальность. Квартал чемпионов соседствует с практически завершенным кварталом «Эмиратс Люкс». Рядом во дворе дома «Волна» строится торговый центр. Для автовладельцев большой паркинг, уже введенный в эксплуатацию. Площадь квартала около 8,5 гектаров. Дворы квартала будут свободны от машин. Им, кроме паркинга, всегда найдется место на открытых автостоянках, обустроенных по периметру. А в квартале будет построена школа более чем на тысячу мест. В соседнем квартале построят детский сад с бассейном. Рядом строится станция метро «Аэродромный». Многофункциональный комплекс «Минск.Мир» – это город в городе, в котором будет все необходимое для комфортной жизни. Построят здесь и самый большой в стране торгово-развлекательный центр «Мара Молл». Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр «Минск.Ворлд». Все три дома – Пекин, Сидней, Люкс и Сочи, в которых продаются квартиры в квартале чемпионов, разные по архитектуре и планировочным решениям. Но есть и общие черты, которые делают жизнь в них особенно приятные и комфортные. Свободные планировки, просторные лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания курьера и санитарной комнатой с пеленальным столом. Скоростные лифты, производство «Отис», панорамное остекление, лоджии и балконы, а также террасы для естественного освещения. Обустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и ландшафтным озеленением. Как купить? Сначала нужно разобраться с финансовыми инструментами. Самый удобный – длительная рассрочка от застройщика до 10 лет, первый взнос от 30%, который можно уплатить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшиеся суммы ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Ни справок, ни поручителей. Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными либо кредитными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене. И, конечно же, выгодные кредиты. Партнерские программы от ведущих банков готовы профинансировать до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит менее 5% или по другой программе менее 7% на первые два года. Можно долго искать хрущевку на вторичке, но это уже никому не надо, кроме их продавцов. Время делать свой выбор. В конце выпуска спортивной информации. После череды проигрышей в чемпионате Беларуси в экстралиге хоккейный клуб Лида завоевал две подряд победы. 25 декабря в очередном матче его второго этапа рыцари обыграли хоккеистов Бреста со счетом 4-1. А спустя два дня в овертайме они взяли верх над пинскими ястребами 4-3. Однако эти победы не позволили изменить положение Лиды в турнирной таблице. Наша команда осталась на последней строчке. В следующий раз она выйдет на лед 6 января. Дома рыцарей примут хоккеистов из Могилева. Наш сегодняшний выпуск завершен. Близится к завершению и 2019 год. Уже завтра вечером мы подведем его итоги. Вместе вспомним, каким он был на Литчине и какими событиями запомнился Литчанам. Не пропустите в 19 часов и 21.30. Программу «Это было в эфире» 31 декабря в 22 часа. Смотрите на Лиды ТВ новогоднее поздравление председателя Литского райисполкома Сергея Ложечника. Всех с наступающим! Пусть этот Новый год будет веселым и интересным! Редактор субтитров А.Семкин